Рождество Это Рождество Жадность не знает границ Все в городе наслаждаются празднованием Рождества Все, кроме Гринча, потому что он ненавидит людей Он живет в пещере на соседней горе Крампит Ненавидит праздник Рождество Шестилетняя Синди Лу считает, что все сосредоточены на подарках и праздниках А не на личных отношениях Она встречает Гринча на почте, где он спасает ей жизнь Синди начинает исследовать Гринча и позже обнаруживает, что у него трагическое прошлое Интересные факты Джим Керри провел 92 дня в гриме Гринча Тратя 2 часа утром на то, чтобы надеть макияж И 1 час вечером, чтобы снять его По словам Керри, он стал мастером дзен Сидя в кресле для макияжа Из этого видео вы узнаете краткий пересказ фильма Гринч. Похититель Рождества Поехали! Гринч прибыл в город младенцем и был усыновлен двумя пожилыми сестрами Он был робким ребенком и не таким жестоким, каким станет позже В школе Гринч был влюблен в Марту Мэй Ховьер, красивую девушку из его класса, которая отвечала ему взаимностью Хулиган Август Мэй, который, однако, завидовал тому, что Марта любит Гринча больше, чем его И начал издеваться над ним В то Рождество он сделал рождественского ангела в подарок для Марты Но случайно парил себе лицо, пытаясь побриться из-за того, что Мэй утверждал, что у него есть борода Когда Мэй и его одноклассники увидели его изрезанное лицо на следующий день Они, кроме Марты, включая его учителя, дразнили его, заставляя его выйти из себя Заявить о своей ненависти к Рождеству и бежать на гору Крампит, где он проживал с тех пор Синди назначает Гринча городским праздничным чермейстером, возмущая Мэй, ныне мэра городка Синди поднимается на гору Крампит, чтобы пригласить Гринча на празднование И в конце концов он соглашается, понимая, что Марта может быть там, и он может наконец расстроить Мэй В роли чермейстера Гринч участвует в нескольких мероприятиях и начинает веселиться Но Мэй все портит, подарив ему электрическую бритву, напоминая ему о его детских унижениях, которые положили начало его ненависти к Рождеству Затем Мэй публично предлагает Марте выйти замуж, подарив ей безвкусное обречальное кольцо и новую машину В ярости Гринч ругает жителей за их материализм, говоря им, что Рождество это только подарки, которые они в конечном итоге выбросят в мусор Который выбрасывается на горе Крампит, недалеко от его дома Наконец, сытый по горло Рождеством в городке, Гринч клянется сокрушить дух Рождества, украв все их подарки, украшения и еду, пока они спят Он маскируется под Санта-Клауса и одевает свою любимую собаку Макса, как северного оленя Затем спускается в городок Первый дом, в который он входит, принадлежит Синди И когда она ловит его на кражи их дерева, он лжет ей, что позволяет ему сбежать Гринч продолжает красть все подарки, украшения и еду И запихивать их все в больший мешок, прежде чем подняться обратно на вершину горы Крампит, чтобы уничтожить все это Столкнув мешок с горы Проснувшись рождественским утром, жители городка с ужасом обнаруживают кражу А мэр Мэй обвиняет Синди в том, что она позволила Гринчу испортить праздник для города Однако ее веселый отец, городской почтмейстер Лулу, встает на защиту своей дочери Объясняя мэру и всем остальным, что он наконец понял, что Синди пыталась рассказать всему городу Рождество в основном о том, чтобы быть вместе с семьей и друзьями А не только подарки и предчудливые украшения Горожане соглашаются с Лу и начинают петь традиционную рождественскую песню Прежде чем Гринч успевает столкнуть мешок с украденными подарками с вершины горы Крампит Он слышит пение горожан и понимает, что ему не удалось предотвратить Рождество Но затем его посещает прозрение, и он наконец осознает истинное значение Рождества Заставляя его сердце трепетать и вырасти на три размера Затем в сани, полные подарков, начинают скользить по краю обрыва вместе с Синди, которая приехала провести с ним Рождество Гринч набирается сил, чтобы поднять загруженные сани и унести Синди в безопасное место И они спускаются с горы, чтобы вернуть все Гринч извиняется за свои шалости и кражу со взломом, прежде чем сдаться полиции Которая принимает его извинения и отклоняет просьбу мэра арестовать его и распылить на него перцовый баллончик Марта даже отклоняет предложение Мэя и возвращает ему его обручальное кольцо, заявляя, что ее сердце принадлежит Гринчу После этого восстановленный Гринч присоединяется к праздничному пиру горожан и сам разделяет жареного зверя в своей пещере Интересные факты Костюм Гринча Джима Керри покрыт шерстью яка, окрашенный в зеленый цвет и пришитый к костюму из спандекса Сэр Энтони Хопкинс записал весь текст для этого фильма за один день Желтые контактные линзы Джима Керри были настолько неудобны, что он иногда не мог носить их во время съемок Поэтому некоторые кадры его глаз были раскрашены на этапе постобработки Ни в одном другом фильме, кроме этого, не было столько персонажей в сильном гриме и костюмах со времен «Волшебник страны Оз» 1939 года Это был самый кассовый рождественский фильм со времен «Один дома» 1990 года В первый раз, когда Джим Керри примерял грим Гринча, ему было так неловко, что он пробил дыру в стене и сказал Рону Ховарду, что не может играть эту роль Он сравнил этот опыт с погребением заживо Не забудьте поставить лайк и нажать колокольчик Увидимся в следующем видео Пока